что слово оно материально и на платок на поясание в данном случае которые были у павла и у петра затем их возлагали на больных и этот способ тоже очень хорошо работал как легко допустим работает слово на расстоянии мы с вами находимся на расстоянии и мы можем послужить друг другу исцеления казалось бы человек находится за тысячи километров от того кому служит а здесь непосредственное возложение платков а поясаний очень хороший метод пусть в нашей жизни этого будет больше давайте скажем аминь следующий дар следующий дар вот который нам особенно нужен особенно про который мы порой забываем дар веры вера для нас как бы так естественно я верующий все значит вера у меня есть но уровень веры он разный нам описание говорит по мере веры по мере веры есть мера у веры и это не не говорит о том что бог лицеприятен он кому-то дает много кому-то мало это зависит от того как готовит свое вместилище человек вера от слышания да как много он пребывает слове насколько он сильно сотрудничает с духом святым чтобы дух святой давал все больше и больше откровения рема из логос и тогда вера дар веры она конечно вера вместилище наше будет больше и мера принятия нашего она будет больше почему иисус говорит я мог бы вам сказать больше да я хотел бы вам сказать больше но вы не способны еще вместить это не от господа зависит у него есть что дать вместилище не готова вместить не способна мы говорили что наш ум это накопитель давайте вот от этого оттолкнемся и любое прочтение высказывания она воспринимается по мере того каков наш накопитель если мы накопили с вами определенное допустим даже естественное знание в области физики то когда прозвучат какие-то физические термины человек пойдет дальше он будет знать как этот термин завязан с процессами физическими что это может вызвать он дальше пойдет а кто к этому не имел никакого касательства для этого человека эти высказывания будут мало что говорить мы говорим ум наш накопитель и дух наш это тоже накопитель накопитель и для веры это особенно важно потому что есть мера вера с горчичное зерно а есть мера вера которая двигает горы и это разные уровни веры сверхъестественное увеличение веры в сердце верующего способность уверенно способность верить в бога способность или говорить богу этот дар более пассивен конечно в самом действии в действии чем активен как например дар исцеления здесь никто ни на кого ничего не возлагает не возлагает или мгновенное проявление при использовании дара сотворения каких-то чудес до чудеса мгновенное проявление он применяется дар веры путем прием принял приема из духа во время началось это во время сотворения господа потому что бог есть дух во время сотворения чудес то время когда дух действует творя чудеса например в случае когда мы сей разделил красное море мы видим работу дара сотворения чудес но через это очень сильно растет вера вера в бога вера богу и люди начинают разговаривать с этим богом которое море разделил или когда исаак благословил иакова дар веры был использован для того чтобы принять божье обетование увидеть его исполнение через долгий период времени дар веры хорошо дальше не пойдем мы не заглубляемся пока говорили что дар веры растет через сотворение чудес поэтому дар сотворение чудес давайте о нем поговорим конечно это само слово чудо это что-то сверхъестественное такое сверхъестественное вмешательство в естественный процесс природы многие из вас уже свидетельствовали о том что молитвы влияют на процессы природы кто-то останавливал уже дожди кто-то останавливал уже бури и это сотворение чудес в нашей жизни мы знаем воскрешение из мертвых относятся к этому дару извлечение воды из камня то что делал моисей превращение воды вино то что делал иисус вот такие вот чудеса воскрешение лазаря да ведь через это все уверовало такое количество людей чудеса сопутствуют вере в того кто эти чудеса через человека совершает и когда мы говорим что это не я это иисус да это его сила то у людей возникает желание познакомиться с тем кто стал даятелем этого чуда это очень мощный дар для распространения евангелия не тогда когда мы говорим не покаешься в ад пойдешь а когда мы демонстрируем славу божью как через дары исцеления так и через дары чудес движемся дальше ближайшие дары которые мы с вами будем рассматривать в одной связке слово знания слова мудрости и дар развлечения языков немножко о них поговорим слово мудрости способность в духе сообщать специальное особое понимание указания или совет который приносит изменения в жизнь человека слово мудрости подобно такому слову которое вызывает реакцию когда человек спрашивает или сам человек который высвобождает это слово или тот кому это обращено что побудило меня самого думать об этом думать в этом направлении когда человек высвобождает слова мудрости говорит надо же как просто как же меня вот в эту сторону повело-то рассуждать в этом ключе а тот кто получает это слово мудрости человек обычно говорит это как раз то что я хотел услышать спасибо за это слово моя проблема решена все я понял 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 вот это вот ответная реакция очень часто бывает на слову мудрости на слово знания обычно указывает на будущее открывает глаза на какую-то скрытую действительность плана божьего целей для будущего это конечно не является такой открывашка в божьей воли в его слове но это как бы открывашка для сокрытого слова для объяснения каких-то причин в жизни человека которые помогут ему справиться это опять же мы понимаем что это дары служения но такие вот слова слова но не только слова да в одном случае знаю знаю а в другом случае это слово мудрость и конечно это сотрудничество с духовным миром кто-то до сих пор они используют используйте когда нужно слово мудрости приглашаете ангела мудрости приглашайте дух премудрости господь дает эти вещи просто без упреков мы с вами постоянно сопровождаем а ангелами и это суть служебные духи поэтому сам да который дарует нам дух святой он взращивается в определенной среде как мы говорим дурные сообщества портят добрые нравы не находитесь дурных сообщества хотите быть мудрыми находитесь почаще с духом премудрости общайтесь с премудростью иисус сам прежде чем что-то творил он обратился к мудрости внутри себя она была ему советчицы пусть она нам станет советчицы давайте скажем аминь 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 конечно аминь и дар развлечения духов очень интересно конечно да сверхъестественная способность смотреть а в три мира в три мира духов в три мира духов царство тьмы царство света и и человеческий дух человеческий дух это вот такая способность определить святым духом мотив или источник в человеке мотив а происхождение поступка это источник может быть позицию может быть окружающую атмосферу потому что мы видим не только демонический мир как часто понимается что развлечение духов от какой нечистый дух действует нет это развлечение ангельского присутствия это и определение мотивов человеческого духа это развлечение духов он способен определить божественное руководство и присутствие вот этот дар он способен различить демоническую активность в людях или географических местностях на территориях это особенно хорошо известно людям которые находятся в ходатайственном служении у которых сердце ходатая и также способен определить человеческий мотив который побуждает людей поступать или думать определенным путем очень интересный дар различать духов и это происходит в трех мирах духов это нам тоже нужно знать не только царство тьмы не только нечистых духов мы с вами начинаем различать но и духов из царства божьего различных служителей ангельского происхождения божьего происхождения или мотива человеческого духа вот в принципе и все это тот материал который я хотела вам дать сегодня мы с вами сегодня давали краткое определение девяти дарам святого духа но их больше даров больше потому что мы же понимаем что благодать это тоже до спасение это тоже до любовь это тоже да а здесь мы их не перечисляли потому что мы говорим что есть дары святого духа есть дары отца есть дары иисуса и мы вкратце где-то вкратце где-то более подробно говорили о пятигранном служении о дарах руководства в церкви даров очень много и вот эти дары не ограничиваются девятью дарами далеко не ограничиваются девятью дарами святого духа и пятью дарами иисуса христа и больше и больше но опять же по мере веры получается ключевой дух для принятия каждому из нас это дар веры хотя нам предложено ревнуйте о дарах духовных особенно о том чтобы пророчествовать но мы с вами понимаем что без без веры ни один дар принять нельзя давайте скажем а время время практики время практики мне очень понравилось очень понравилась практика в параллельном ваш кого с вами классе класс 1 а что мы делали прошлый раз мы пели псалмы и мелодию мы просили у гостей и я очень хочу чтобы мы сделали это сейчас потому что это вызвало такой отклик лента в классе 1 а она переполнена там не найти того видео которое было прошлый раз там лента комментарии 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 это так сильно повлияло на дух людей что люди комментировали и там свидетельство исцеления есть там чего только нет поэтому мы сейчас с вами будем молиться просить у господа мелодию салом мы возьмем давайте возьмем самый длинный псалом я не знаю сколько человек у нас местится возьмите писание 118 псалом делается это в произвольной форме буквально два стиха пропою просите у господа мелодию мы сейчас включим микрофон и будем молиться абсолютно самостоятельная мелодия будет у каждого не волнуйтесь блаженны непорочные в пути ходящие законе господнем блаженны хранящие откровения его всем сердцем ищущие его и вот так мы будем с вами двигаться мелодия будет самостоятельно у каждого и так как господь сердцеведец он соединяет эту хвалу сердцем желанием человека прославить его из той смелостью которая конечно каждому из нас нужно чтобы петь псалмы и начнем мы с елена власовой лена будет петь с третьего стиха и давайте 10 стихов будем брать по 13 лена и потом следующий человек можно сейчас давайте включим микрофоны помолимся и потом с 3 по 13 стих будет петь елена власова сто восемнадцатый псалом включая микрофон и молимся в четвертый петербург в следующий год в следующий год с Аллилуйя, дорогие, возвращаемся на площадку, возвращаемся на площадку, выключаем микрофоны, чтобы у нас не было помех в эфире, выключаем микрофоны всем, спасибо всем, и пожалуйста, Елена Власова, 118-й псалом с 3-го стиха. Они не делают беззакония, ходят путями его, ты заповедал повеления твои, храни твердо. О, если бы направлялись в пути мои, соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, научаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой. Ранением себя по слову твоему, всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих, в сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы мне не грешить пред тобой. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Устами моими я возвещал все суды твоих уст. Аминь. 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 Молодец, Лена. Первому всегда пятерка с плюсом. Это не такое простое дело. Мы продолжаем. С 14 стиха у нас поет псалмы Алла Постальная. Пожалуйста, Алла. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве о заповедях твоих. Размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слово твоего. Яви милость рабу твоему и буду жить и хранить слово твое. Открою очи мои и увижу чудеса закона твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих. Во всякое время ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои. Князья сидят и сговариваются против меня. Я раб твой, размышляет об уставах твоих. Откровения твои, утешение мое и советники мои. Аминь. Аминь. Спасибо, Алла. Замечательно. Аминь. Аминь. Мы поем дальше. И сейчас давайте по пять стихов. С 25 по 30 стих Владимир и потом Аня с 31 по 35. С 25 по 30 Владимир. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову твоему. Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих. И буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истоевает от скорби. Укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины. Поставил пред собою суды твои. Прекрасно. Аминь. Аминь. Аня, пожалуйста, с 31 стиха. Я прилепился к откровениям твоим. Господи, не постиди меня. Потеку путем заповеди твои, когда ты расширишь сердце моем. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих. И я буду держаться его до конца. Аллилуйя. Вразуми меня и буду соблюдать законы твои и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезию заповеди твоих, ибо я вас желал мне. Аминь. Аминь. Вот четыре человека. Лена, Алла, Владимир и Аня. Скажите свои впечатления. Вы пели псалмы. И вы были канторами. Это мелодия, которую вы не знали, не слышали. И вы не готовы были к этому. Это вдохновение от Духа Святого. И ваше решение. Что вы переживали? Кто первый? Я вот переживал. Я просто текла. Пожалуйста, Лена, потом Вадимир. Я просто текла, как Дух давал и все. Ты просто текла. Хорошо. Володя. Я переживал какой-то такой эмоциональный подъем, воодушевление. Внутри у меня все вот так вот ликовало, что ли. Ликовало. Трепет. Аня, а вы? Да, только такое было. У меня такой трепет и волнение. Аллилуйя. Слава Богу, Алла. А у меня я как будто бы гимн пропела. Я как будто бы устав какую-то прочитала. Заповеди перечислила. Вот с таким вот рвением сердца. Вот как знаете, какой-то завет даем. Вот как будто бы... Подъемом в духе, да? Да. Как будто бы устав прочитала. Устав, заповеди. Вот что-то такое. Перечислила их и приняла. Хорошо. Мы еще возьмем два человека, которые пропоют нам продолжение с 36 стиха по пять стихов. 36, 37, 38, 39 и 40 будет петь Людмила Пушкарь. И затем с 41 стиха по 45. Ирина. Вот так вот мы с вами поступим. Пожалуйста, Люда, с 36 стиха по 40. Преклони ухо мое к откровениям твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Утверди слово твое, рабу твоему. Ради благоговения перед тобой. Отврати поношение мое, которого я страшусь. Ибо суды твои благи. Вот я вас желал повелений твоих. Животвори меня правдою твоею. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Ирина, пожалуйста. Да придут ко мне милости твои, Господи. Спасение твое по слову твоему. И я дам ответ поносящему меня. Ибо я уповаю на слово твое. Аллилуйя. Не отнимай совсем от уст моих слова истины. Ибо я уповаю на суды твои. И буду хранить закон твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно. Ибо я взыскал повелений твоих. Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте все скажем аминь. Аплодисменты тем, кто пел. Аминь. Слава Богу. Аминь. Вы большие молодцы. Это очень сильно. Это очень сильное духовное действие. Аллилуйя. Люда и Ирина, что-то хотите сказать? Что вы переживали? Ну, у меня такое чувство, что не Давид, а я вот Богу говорю эти слова. Трепет, трепет внутри. Да. Ирина. У меня воудушевление такое. Такой подъем. И я вот как будто вот находилась, вот когда вот Давид вот под нас сидел. И вот он это все прям пел Господу. И я вот так же хотела, как он, быть вот, чтобы он, ну, с Господом. Как-то вот прям здорово. Спасибо, Эра. Вот, казалось бы, писание, которое мы с вами неоднократно брали, читали. Мы знаем, что это хвалебные песни. Мы знаем, что это то, что пели канторы на собраниях. Но вот это вот отождествление с тем, что каждый из нас сейчас стал кантором. Каждый из нас сейчас поет пред лицом Господа и поет то, что многие-многие века уже пропивалось неоднократно. Это удивительное переживание, конечно, я понимаю каждого из вас. И вдохновляю делать это. Это очень интересное действие. И оно приносит вот это вот расширение нашего внутреннего человека для... Готовит вместилище для Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!